Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Главный вопрос. Депутаты Краевого Заксобрания приняли бюджет региона в первом чтении. Дефициты, высокие цены на зимнюю резину. С какими проблемами столкнулись барнаульские водители? Собрано больше 4 миллионов рублей. Парни из Барнаула провели дорогостоящую операцию в Белоруссии. Итак, депутаты Краевого Законодательного Собрания приняли бюджет региона в первом чтении. После непродолжительной критики законопроект главного финансового документа одобрило большинство парламентариев. 47 за, 15 против. Какие вопросы волнуют депутатов и какие еще законы сегодня были приняты, знают мои коллеги. Смотрим. Бюджет региона в 2024-м – главный вопрос октябрьской сессии ОКЗС. В первом чтении основные строки бюджета выглядят так. Доходы – 143 миллиарда рублей, расходы – 158 с предельным дефицитом в 15 миллиардов. 28% расходов в следующем году пойдут на образование. И это даже чуть больше, чем на социальную политику. В Минфине признают отрицательную динамику мер соцподдержки, но подчеркивают, что цифры не окончательные. Также ко второму чтению мы ожидаем увидеть дополнительные расходы из федерального бюджета на 13 объектов образования. То же самое по культуре в части капитальных расходов. Хотел бы подчеркнуть, что текущие расходы отраслей нигде не уменьшаются, а индексируются. Размер федеральной помощи подвергся критике. В одной из фракций уверены, что на фоне непростых условий нужно пересмотреть программу индивидуального развития края. Мы получаем каждый год по одному миллиарду рублей. Явно недостаточно. Но при этом мы наращиваем собственную доходную часть бюджета. И федерация нам уменьшает на эту же сумму практически деньги с Москвы. Но это же неправильно. А в другой фракции уверены, что возможности краевого бюджета занижаются. По нашим оценкам, хотя мне бы очень хотелось ошибиться, в этом году у нас все так же останется порядка 10 миллиардов рублей на остатках неизрасходованных. Тогда давайте на старте финансового года с учетом этого сразу корректировать бюджет и увеличивать наши возможности. Не поддерживая вот эту позицию людей, а я их называю несведущими и даже еще грубее дилетантами, которые говорят, о чем мы, давайте сегодня на 5 миллиардов доходную часть увеличим. Ребята, вы просто не жили в 2000-е годы, когда мы месяцами, а то и полугодиями не выплачивали заработную плату работникам бюджетной сферы. Вот это как раз следствие того, когда мы ставили перед собой очень завышенные обязательства по доходам, подкрепится ли работа нашей экономики, мы даже не смотрим. Вы что думаете, что 5 миллиардов рублей Минфин положит в какой-то отдельный ящик, сундук и никому не покажет? Ко второму чтению бюджет края скорректируют. 17 ноября будет принят федеральный бюджет и станут известны поступления в регион. Также сегодня депутаты внесли поправки в закон об опеке и попечительстве сирот. С 1 июля органы опеки будут обязаны передавать в Минобор сведения об условиях жизни детей-сирот и детей в опекунских и приемных семьях. Мы будем более детально и более системно видеть именно со стороны самого Алтайского края всю эту ситуацию по каждой семье, по каждому ребенку. Возможно, там, где действительно мы будем знать, что есть какие-то проблемы с условиями жизни людей, воспитания, эти семьи будут находиться на контроле. Кроме того, парламентарию утвердили закон об общественных наставниках несовершеннолетних, так называемых трудных подростках. Стать наставником может любой житель края, не имеющий судимости и тяжелых заболеваний. Для этого нужно подать анкету и получить одобрение ребенка и его родителей. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульские дети отравились в Перми. Об этом сообщает РИА Новости. Там прошел Всероссийский фестиваль детских цирковых коллективов. 15 участников из Барнаула, Ульяновска и Новокузнецка госпитализировали после того, как 25 октября в цирк в контейнерах привезли обед. К вечеру детям стало плохо. Педагоги и сопровождающие, кто обедал, тоже в тяжелом состоянии. Галоконцерт, который должен был пройти вечером 26 октября, отменили. Возбуждено уголовное дело. В России предлагают не платить материнский капитал на первенца, если женщина родила его после 30, сообщают известия. По данным СМИ, депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничить возраст матерей, которые могут получить маткапитал до 25-30 лет или сделать выплату доступной только на второго ребенка. Такие изменения в программу могут быть внесены при ее продлении после 2026 года, сообщают известия. По мнению парламентариев, такие меры могут стимулировать рождаемость в стране, которая в последние годы идет на спад. Далее не менее актуальная тема. В Алтайском крае проблемы с зимней резиной, заявляют эксперты. Во-первых, комплекты выросли в цене. Во-вторых, некоторые размеры просто невозможно достать. В-третьих, подорожали услуги на переобувку колес. В чем причины всех этих трудностей, знает Данил Кузнецов. С первым снегом на шиномонтажках Алтайского края появились и первые очереди. В крупных сервисах цена за переобувку колес из-за инфляции выросла минимум на 10%. Однако прежде чем сменить резину, ее нужно добыть. Дефицит в сфере редких размеров. 19, 20, 21, 22. В связи с санкциями данные шины были все импортного производства и не делались в Российской Федерации. Их привезти в этом году не получилось. Их возят по параллельному импорту. Сейчас шин очень мало. А рынок китайских автомобилей сейчас выходит в основном на этих диаметрах. За год импорт автомобилей из КНР в Россию вырос в пять раз. Притом поставляли их на летней резине. Поэтому сейчас водители китайских кроссоверов хватают любые комплекты, создавая дефицит. Вариантов мало из-за того, что большинство европейских и японских производителей ушло из страны. Зато, по словам экспертов, за год количество китайских шин в Алтайском крае выросло на 15%, захватив почти половину рынка. Люди к ним относятся по-разному. В нынешней экономической ситуации покупка такой резины – это скорее безысходность, чем обоснованный выбор, утверждают покупатели. Ну не знаю, я считаю, Китай – это южная страна. И там зимнюю резину как-то, мне кажется, не очень умеют делать. Мне кажется, дубовая она. Нет у меня к ней доверия. В Китае приблизительно миллиард жителей живет. Все ездят на автомобилях и сильно сомневаются, что они завозят себе для эксплуатации японскую резину. Они для себя производят собственную резину. Думаю, что за столько лет, сколько их автомобильной промышленности, наверняка научились все делать достаточно хорошо. Однако в Китае резину даже не шипуют. Только делают заготовки под это, а доводят до ума шины уже в России, говорят эксперты. Поэтому продукты с КНР до магазинов зачастую доходят ближе к ноябрю, в самый разгар сезона. Это также одна из причин дефицита. Плюс, как утверждают эксперты, состав резины не совсем подходит для суровых сибирских морозов. Мы их даже разгружаем, когда вот фура приходит на склад, она же ехала по холоду, мы ее начинаем разгружать. Вот она на пол с машины падает с таким стуком, что кажется, что она сломается сейчас. То есть она не амортизирует. Вот чуть-чуть раз остыла, там 20 градусов уже, все, она уже становится помягче. Когда резина дубеет, ее качество падает. Шиномонтаж затрудняется, сцепление с дорогой ухудшается. Поэтому вводить в таком случае нужно аккуратнее. Зато из плюсов стоимость. Она ниже примерно на 20% в сравнении с конкурентами. А это тоже важный фактор при выборе. Ведь по сравнению с прошлым годом, комплект среднестатистической зимней резины вырос в цене на пару тысяч рублей. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Эту неделю Алтайский технический университет может смело назвать успешной. ВУЗ договорился о сотрудничестве с двумя китайскими институтами. Основной упор на профессии, которая специализируется на строительстве дорог и мостов. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. Онлайн-встреча дирекции Института биотехнологии и политеха с представителями Института из Китая. Цель переговоров – реализация совместных программ по специальностям химическая технология и продукты питания. Программы рассчитаны на пять лет обучения, три из которых будут организованы в Китайском университете. По итогам студенты получают два диплома – Китайского и Российского университетов. Мы понимаем важность вот этого международного сотрудничества, особенно в теперешнее время. Ну и надо сказать, что у нас всегда были тесные связи с китайскими вузами. И я думаю, что мы не просто позиционируем себя как международный университет, мы таковым являемся. Потому что больше сотни студентов, извиняюсь, больше, около тысячи студентов обучаются у нас из разных стран. А вот с представителями Цзансийского технического института наша делегация встретилась уже офлайн. Тема для обсуждения актуальна для России и Барнаула, в том числе, как никогда раньше – строительство дорог и мостов, а также автомобильная инженерия. В этом случае китайские студенты у себя заканчивают колледж, приезжают в Барнаул и продолжают учебу на бакалавриате. По этому проекту предполагается приезд около ста китайских студентов. Наш институт с вашим много что объединяет. У нас с вами много одинаковых направлений и специальностей. В этот раз наше сотрудничество для государства в том числе, чтобы воспитать побольше специалистов для страны, для промышленности. Данный проект подразумевает обмен студентами. Правда, чтобы поехать в Поднебесную, наши должны знать китайский язык. Технический вуз помогает студентам и в этом. Отправляет на курсы или на стажировку в сам Китай. В общем, сотрудничество вуза выходит на новый уровень. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцу Никите Звягинцеву провели дорогостоящую операцию в Белоруссии. Напомним, 22-летний молодой человек на протяжении 9 лет борется с онкологией. Диагноз – рак крови. Летом этого года семья парня объявила сбор на лечение. Отребовалось больше 4 миллионов рублей. Деньги удалось собрать. Никита получил возможность победить болезнь. О земляке, которому требовалась денежная поддержка, мы рассказывали в августе этого года. За свои 20 с небольшим лет Никита Звягинцев пережил две пересадки костного мозга, отказ рук и ног во время химиотерапии, несколько рецидивов. Помочь с лечением обещали белорусские врачи, но требовались неподъемные для семьи деньги. Неравнодушные помогли собрать нужную сумму и молодого человека, как сообщает его мама, Светлана успешно прооперировали, пока он находится в Белоруссии. Все получилось. Все получилось. Костный мозг чистый. Остаточная болезнь просто ноль. Ее там нет. Спасибо вам. Спасибо за вашу веру в нас, за вашу помощь. В Барнауле вышло в свет ценное этнографическое издание «Сборник православных песнопений старожилов Алтая». Подобных ему в регионе немного, и издание уже заинтересовало специалистов по возрождению духовно-нравственных ценностей. Презентовали книгу на научно-практическом семинаре, посвященном традициям православных праздников. Тему продолжит Елена Макаренко. Нам на орешки, нам на потешки. Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой. С одной стороны, потешки, народные костюмы, игрушки-терророшки. С другой, запричастное творчество, духовные стихи и канты. Семинар, как отражение переплетения православных и народных глубинных традиций. Здесь и слушатели вперемешку. Рядом со студентами светского учебного заведения, колледжа культуры, учащиеся духовные семинарии. И в жизни богателю, прийди все листами. Все участники едины в желании сохранять традиционные ценности – семейные, культурные, духовные. В Новосибирской области, в Болотнинском районе, в селе Болотное, священником, выходцем из фольклорной среды, была создана школа традиционной народной культуры. Он ее создал для своих пятерых детей, чтобы воспитать их на основе традиционных ценностей, чтобы сформировать атмосферу. И сейчас при крупнейших храмах в Москве, в крупных городах, в Петербурге, существуют фольклорные студии именно нашего этнокультурного направления, которые стараются продолжать эти традиции. Этнокультурные обряды и традиции – ценное наследие, говорят семинаристы. Его собирают по крупицам, но оно, как никто, раскрывает историю народа, историю христианства. Теперь знание об этом поможет дополнить новое издание – сборник православных песнопений старожилов Алтая. Профессионалам, кто занимается этим делом, поет, возрождает духовные песнопения. Конечно, библиотеки все получат вот эти экземпляры. Разумеется, будет немало количества экземпляров библиотеки Барнаульской духовной семинарии. Так что можно будет всем желающим познакомиться с этой работой. Ну и мы, конечно, надеемся, что она будет цена и полезна. Новый сборник высоко оценили специалисты. Книга дает широкие представления о фольклорных праздниках русских и национальных датах коренных народов Алтая. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае появился первый студенческий коворкинг-центр, приспособленный под нужды инвалидов. На его территории располагается специальное оборудование, позволяющее учащимся с особенностями разрабатывать проекты бок о бок с другими людьми. Где находится это пространство и какие курсы можно пройти, расскажет Данил Кузнецов. Ну, топка – классное название. Я так понимаю, что топ и вверх, и топ мы здесь зажигать будем. Речь идет о новом образовательном пространстве в техническом университете. Коворкинг-топка вмещает около 50 человек. Главная цель этого места – создать комфортные условия для студентов при работе с проектами. В последнее время подобные зоны – это целый тренд. В Алтайском крае существует на данный момент уже около 30 пространств, которые имеют свою собственную специфику. Кто-то в области творчества больше собирает молодежь, кто-то спортивное направление имеет, кто-то увлечен именно проектным подходом и созданием большого количества разнообразных проектов, да, такие универсальные солдатики. Однако у топки отличительная черта – инклюзивность. Это единственное подобное пространство в регионе, где могут заниматься все студенты, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для таких людей есть, к примеру, специальные парты, которые регулируются по высоте. Притом даже в сборном состоянии они адаптированы для колясочников. Также у нас имеется индукционно-информационная система. Это специальное оборудование, которое помогает слабослышащим студентам, которые носят слуховые аппараты, чётче и лучше воспринимать информацию от спикера, подавляя посторонние шумы. Телевизор, который мы закупили, конечно же, он способствует более лучшему восприятию информационного контента для студентов с нарушением зрения. Также уже закуплены ноутбуки со специальными программами, которые переводят текст в звук и наоборот. Они появятся на этих партах уже в ближайшем будущем. Благодаря ТОПке поучаствовать в обсуждении проектов смогут даже те, кто не может выйти из дома. У нас есть такая возможность, как онлайн-участие. То есть люди, которые по некоторым причинам не могут посетить наш проект или не могут посетить наш студию, могут это сделать из дома. Они также полноценно могут участвовать в проекте, также ознакомиться с материалами спикеров. А материалов, как и спикеров, действительно будет много. Ведь до середины ноября студентов ждут интенсивы с опытными преподавателями. На них подробно объяснят, как разработать, оформить и защитить проект. А подстегнет интерес сувенирная продукция, которую получит каждый участник. Подобные марафоны планируют проводить два раза в год – осенью и весной. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком. К новостям спорта. Два барнаульских клуба «Динамо» и «Полимер» сошлись на футбольном поле. Посмотреть на это сражение пришло полтысячи болельщиков. Ведь всегда интересно, когда играют профессионалы против любителей. Как закончился поединок, знает Дмитрий Дроздов. Барабанщицы и духовой оркестр города встречал любителей футбола. Болельщики, несмотря на будний день и рабочее время, пришли на барнаульское дерби. «Динамо» и «Полимер» выясняли отношения на футбольном поле в рамках Кубка Дружбы. Правда, перед этой встречей у многих возникал вопрос – а зачем эта игра? У «Динамо» сезон в самом разгаре и для них сейчас не время играть товарники. А «Полимер» готовится к большому турниру в Сочи. Тем не менее, игра состоялась и подарила кучу эмоций и болельщикам, и футболистам. Хорошая атмосфера. Очень много народу пришло, ажиотаж в такой игре. Понятное дело, что мы играли с профессиональной командой, нам надо было выложиться. Я думаю, мы хорошо выступили, все бились до конца и результат пришел. Игра была с приятным количеством опасных моментов. Однако, единственный гол в этой встрече болельщики увидели лишь в конце игры. Кстати, мяч забил Артем Дударев, который из защитника переквалифицировался в нападающего. Как итог, «Полимер» выигрывает у «Динамо» 1-0. Если вы думаете, что этот матч запомнят под предлогом «любители обыграли профессионалов», вы ошибаетесь. После матчевой интервью защитника «Белоголубых» Виктора Хугаева навело шороху в спортивной сфере. Вот люди видели это поле, честно, но меня может увидят сейчас многие, да, пожалуйста, не вырезайте, это умоляю. Ну, вы видите, какое здесь поле, вот можете снять еще раз, там, посмотреть, прям вблизи. Ну, охота, чтобы команда развивалась, чтобы было развитие. Да, может быть, не мы будем играть, не там, ну, за нами идут поколения. Юфейл хорошие года, хорошие ребята, восьмой там год, седьмой, реально хорошие ребята. Но здесь не будет развития без хорошего поля. Пожалуйста, обратите на это внимание. В какой-то момент этот крик души был услышан. Как нам стало известно, газоном наконец-то займутся. На стадионе «Динамо» в следующем году появится новое искусственное поле. Этот процесс будет контролировать Российский футбольный союз. К слову, уже прямо сейчас администрация города содействует в обновлении освещения на «Динамо». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Съемка в лесу, квартирах и даже курятники. Почувствовать себя частью кинопроизводства удалось сразу нескольким школьникам из Барнаула. Короткометражка «Выходные» – это будущий фильм о дружбе, семье и любви к родине. Как работают ребята и какие сложности возникают на площадке, расскажем далее. И работайте сколько угодно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так проходят съемки короткометражного фильма «Выходные». В Барнауле завершился конкурс сценариев для детей, который выиграла целая команда школьников. Теперь по их сценарию снимают кино. Мы писали текст всей группой. Также я участвовала в помощи режиссера, то есть я помогала в процессе съемки. Впечатления от фильма необычные, потому что я впервые увидела, как происходит сам процесс съемки фильма. Во-первых, это очень большое время уходит на это, на создание просто фильма. Невероятные силы, выдержка нужна. Ранее для ребят провели киноинтенсив «Как снять фильм», где рассказали, как писать сценарии, как устроен мир кино. Преподавателем и режиссером выступил Павел Гудимов, выпускник ВГИКа. Напомним, проект реализует Центр общественных инициатив «Дорога добра» при грантовой поддержке движения первых. Всего на конкурс поступило 23 сценария. Мы получили несколько очень интересных сценариев, но выбрали все-таки историю, которую предложили девочки, потому что, во-первых, она отвечает всем тем трем направлениям, которые заявлены в сценарьном конкурсе. Это дружба, это семья и это любовь к родине. Фильм мы снимаем о том, как две девочки из города едут в деревню, где одна из них более легко адаптируется, а вторая делает это достаточно сложно. Ну, она блогер, она любит сидеть в гаджетах. По мнению Татьяны Леоненко, фильм затрагивает важные проблемы современного общества в век информационных технологий. Срок на реализацию проекта – полтора месяца. Добавим на площадке как профессионалы, так и любители. Для меня, наверное, скорее сложно представить, как сложные моменты, допустим, даже с вот этими курицами, условно, как это все представить, как это будет сделать, чтобы это было все красиво, чтобы кадр красивый, ну, как бы хорошо это выглядело, и потом это склейка главная была. Премьера короткометражки состоится во второй половине ноября в одном из барнаульских кинотеатров. Также организаторы планируют показывать картину школьникам на уроках о важном. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. Продолжение следует... У embracing тебя! Продолжение следует...